Казалось бы, возводить в конце декабря нужно только ёлки в квартирах. Однако весь фасад пятиэтажки на Шпаковской 84-2 оброс строительными лесами. В состоянии капремонта дом находится ещё с лета. Тогда сделали крышу, начали обновлять проводку и отопление. Но к сроку сдачи, это 20 декабря, строители не успели. Однако акт приёмки по факту работ всё равно подписан, рассказывают жильцы. Где тут вот этот дом принятый? Комиссия пришла, где она? Мы её не видели. Козырьки наверху ещё не доделали, вон последние карнизы. Нет решёток внизу в подвале, освещение. Претензии у жильцов есть не только к строителям, но и к старшей по дому. Документы, как избранный представитель собственников, подписывает именно она. Но сама управдом утверждает, что принимала только промежуточный итог работ. В ноябре месяце я подписала только два акта в присутствии всех сотрудников управляющих компаний, потому что они осуществляют контроль точно так же, в такой же степени, как и стройнадзор. Здесь была комиссия по крышам. Это была только крыша и электросети. Кстати, в этой части города, это район парка Победы и 17-й школы, можно проследить всю палитру советской жилой застройки. Например, вот этот дом, герой нашего сюжета, был сдан в феврале 71-го. Это первая в районе панельная пятиэтажка. Но очевидный эксперимент специалисты посчитали неудачным, и соседние дома уже кирпичные и с совсем другой планировкой. Представители фирмы-подрядчика, которые делали ремонт, признают, сроки сорвали, но не по своей вине. Сначала помешали режим самоизоляции и перебои со стройматериалами. Потом несколько недель с жильцами потеряли на то, чтобы выбрать подъездные козырьки. А когда же пришло время доделывать фасад, ударили морозы. Проблемы эти были в начале, когда у нас транспорт не ходил из-за того, что всю страну закрывали. На данный момент этих проблем нет. В принципе, мы теперь ждем благоприятных условий погоды и заканчиваем. То есть, в сути, вот сейчас после праздников распогодится, спокойно, готовы сделать? Да. В краевом фонде капремонта серьезные проблемы тоже не видят. К уже выполненным работам в плане качества претензий нет. Но обещают, что ремонт завершат в кратчайшие сроки, как только позволит погода. Будет после того, как работы завершены, назначена комиссия. В состав комиссии у нас включаются представители органов местного самоправления, представители Министерства жилищного и коммунального хозяйства, представители управляющей компании и уполномоченные представители собственников. Вместе со специалистами фонда мы выезжаем, принимаем эти работы уже после того, как принял строительный контроль. Если верить специалистам, то на все уйдет не больше недели. Но теперь другой вопрос. Когда в Ставрополе ждать оттепеля? В том числе и в отношениях собственников. Никита Шишков, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.